Времени не существует, есть причина и следствие. Почему тогда на исправление отведено 6000 лет? Значит, материальное время имеет какой-то смысл в духовном? Конечно. В нашем мире существует ограничение, материальное время 6000 лет, в течение которого мы должны совершить наше исправление. То есть это не какой-то духовный термин, аллегория? Нет, это не аллегория. Это согласно духовным корням в нашем мире существует отпечаток духовных корней в виде нашего времени, расстояния, перемещения, действий, явлений и прочее. Но мы можем закончить это действие, это исправление раньше 6000 лет, зависит от нас. Но 6000 лет в нашем мире это копия духовных сил, которые дали нам вот такой отрезок времени существования нашего мира. Мы обязаны говорить в рамках времени, потому что в них мы существуем. Поэтому есть начало Вселенной, есть конец Вселенной. Еще спрашивают, где это описано, а 6000 лет кто это пишет? В каких хаббалистических источниках? Ну, даже это в книге Зор есть, я могу указать. И кроме того, Бали Сулам пишет. У 6000 лет Хаббат Хагат Наи, вот эти вот 2-3 тысячи, ну, 3 раза по 2000 лет, которые мы проживаем. То есть мы плохо представляем себе существование после 6000 лет, когда наш мир начинает постепенно. 6000 лет это не время существования мира, это время существования человека в его духовном развитии. Мир нас существует, Вселенная существует миллиарды лет. Сколько еще она будет после этого существовать, мы об этом не говорим. Мы говорим о 6000 лет, годах, в течение которых мы должны начать и закончить наше исправление. То есть первый человек, который начал исправление, Адам, он в нулевом году был, и последний человек, не позже которого исправится все, он должен быть в 6000 году от Адама. Вот и все. А Вселенная до этого существовала, и сколько она будет после этого существовать, и человечество исправленное, сколько будет существовать еще в нашем же состоянии одновременно и в нашем и в духовном мирах, об этом мы не говорим. Это не описано в Кабале? Есть, я могу об этом сказать, то, что я думаю, но я не предпочитаю то, что я думаю, не говорить, а то, что написано. Все-таки надо основываться на источниках. Источники об этом точно не указывают. Есть еще седьмое, после 6000 лет, седьмое, восьмое, девятое, десятое тысячелетия. Но они, в принципе, уже описываются как чисто духовные. Будет ли одновременно с этим существовать еще и такое ощущение, как этот мир, наш мир, и эта Вселенная? Я сказать не могу. Мы говорим только о том, что мы можем наблюдать, как уже существующее, а это еще не реализовалось. И поэтому наука об этом, Кабала как наука, не может об этом говорить документально. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok